Морские заплывы начались в 2005 году. Юрий Бурлак лечил травмированный позвоночник. Тогда житель Армавира познакомился с доктором Евгением Сапруном, и они вместе решили экспериментировать. Сначала из Дагамыса в Туапсе плавали дважды, затем была попытка доплыть до Анапы, но лодку выбросило штормом. Вода, в принципе, человек не себя чувствует так же, как, допустим, космонавт в космосе, неисумность. Сейчас спиной столб не испытывает таких нагрузок, и, соответственно, там происходит вытяжка позвоночника, но ей надо как бы помочь. Поэтому мы решили цеплять лодку ко мне к талии и с помощью буксирных лопаток, у меня есть такие, наверное, на руки маски трубки, мы начали этот метод вытяжки позвоночника. Я буквально за первое же лето себя почувствовал намного лучше, у меня возродился энтузиазм, перестал хромать. На второе лето я приехал, уже более активно тренировался, а третье лето, когда я уже приехал, у меня уже возникла мечта переплыть Черное море в Плавь. И вот все получилось. Спорткомитет города Сочи и депутат Государственной думы Василий Шестак обратились в МИД России за разрешением. Те, соответственно, проинформировали турецкие власти о проекте. И жители Краснодарского края стартовали из Турции с месячем. 500 километров Юрий Бурлак тащил к российским берегам груженную лодку весом с полтонны. 10 часов в воде, соответственно, с перерывами на завтрак, обед и ужин. И 10 часов на отдых. Остальное время свободное. Сугубо мужское общество все же разбавило представительница прекрасного пола, пусть и пернатая, чайка, которую назвали Катей. Плавец-экстремал пытался завести дружбу и с черноморскими дельфинами. Я там пытался в трубку гудеть, пыхтеть, чтобы они ко мне подошли. Бесполезно. Но когда я находился в плоту с Евгением, а под нашим плотом собиралась куча рыбы, тогда они ее там здорово гоняли и питались. И я засовывал фотоаппарат свой в воду и снимал. У меня кадры такие есть, как дельфины. А один дельфин подплыл прям носом, мне фотоаппарат ткнулся, посмотрел. Ну как-то мне не жутко плыть в Черном море. Уверенности придавал и друг врач, который постоянно следил за самочувствием Бурлака и то, что пловцы всегда находились под контролем Новороссийского спасательного центра. Когда берег родной был уже на горизонте, в проект вмешался шторм, шквалистый ветер и неожиданные течения, которые вмешали намеченному курсу. Пришлось даже обращаться к сочинским пограничникам, чтобы попасть в порт Сочи. Сегодня у экстремалов новые мечты. Новое зерно зарождается в голове. Фамилия Бурлак, лодка Рашила. Бурлаки где были? На Волге. Есть желание от истоков Волги до Астрахани теперь долбануть. 3200 километров побурлачить там. Но новым планам предстоит сбыться только следующим летом. Елена Авсецна, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.